Проезд на маршрутах Махачкалы возможно подорожает на 6 рублей. Пассажирам придется платить за передвижение внутри города не 17, а уже 23 рубля. А за поездки с Махачкалы до Алининкента вовсе 30 рублей. Эта новость не могла не возмутить всю общественность республики. Жители города и в том числе в Рею мэра Махачкалы не поддерживают данную инициативу. О том, как намеренно решать проблему, администрация города расскажет Луиза Раджабова. Лучше я пройдусь пешком. Именно такую фразу можно услышать от жителей города Махачкалы. Напомню, что 20 января повысилась цена на троллейбусы и автобусах нашего города. Теперь это коснулось и маршрутного такси. Проезд в Махачкале подорожает на целых 6 рублей. Подобное объявление уже вывешено в некоторых маршрутах Махачкалы. По информации Управления промышленности, транспорта и дорожного хозяйства столицы республики, с 26 января проезд по городу составит 23 рубля. Маршрут Махачкала-Алининкент будет стоить 30 рублей. Конечно, для людей накладно. Зарплаты, вы сами посмотрите, какие. А каждый день это повышается. Конечно, людям тяжело будет. К ним тоже претензий нет. Они не от хорошей жизни это повышают. Бензин, запчасти, все у них дорогое. Поэтому они вынуждены на меры у них. А в результате это по карману простых людей бьет. Тоже возмущалась, что официально 17 рублей, а у вас уже 23 рубля. Он говорит, хотите платить, хотите не платить. 23 рубля. Сейчас деньги дали 50 рублей, 27 рублей мне, значит, дал. Вот и все. Изменения еще не успели вступить в силу. Однако, как признаются жители, перевозчики уже бегут впереди паровоза. Администрация города не согласна с таким резким повышением цены на провес на 35% с 17 рублей до 23. Несмотря на то, что транспортные компании имеют право самостоятельно повышать тариф, администрация города не в праве регулировать данные отношения. Было отмечено, что предупреждение о поднятии тарифов не было отправлено за млагорегион. То есть, не было возможности оповестить население города предварительно о повышении тарифов. Также на совещании было отмечено, что повышение цены на представляемые услуги, в частности, на пассажирские перевозки, должно быть связано с улучшением качества обслуживания, в частности, улучшением технического состояния транспортных средств, улучшением безопасности дорожного движения, соблюдением графика и режима работы маршрутных таксей. К сожалению, это за перевозчиками не наблюдается. Согласно закону, перевозчик сам устанавливает стоимость проезда. Но он должен поставить известность администрацию города об этом заранее и обосновать свои тарифы. По каким расчетам выводится итоговая сумма, непонятно. Пока что они ссылаются лишь на повышение цены на топливо. Однако удивительно, происходящим изменениям водители маршрутного такси не менее возмущены, чем сами жители столицы. 23 рубля. Мы будем воевать с этими пассажирами. Нам зачем это самое нужно? Пускай так, если даже 15 рублей готово ездить, пускай снижают. У них ничего не дает, это наш транспорт. Мы сами обслуживаем это самое. И потом они это самое, да, у нас деньги берут. Вот это людям тоже, которые вот этот диспетчер, мы вот им дают. Это все, вот ребята все, 100% все недовольны. Лично вот это шестой маршрут, не хотим цену поднимать. Это все свалят на нас. Это каждый в своей конторе ездит. Вот они каждый хочет поднимать автобусники, 20, а мы не хотим. Нам вот это тоже хватает. То есть это не ваша инициатива? Это нет, лично не шестой маршрута. А других я не знаю. Я могу отвечать за свои ребят. Это не наш инициатива. А чья тогда получается? Я не знаю даже. Мое мнение, это было бы, если оставить все как есть, зачем его поднимать? Что с этого изменится? Ничего не изменится. Против повышения цен и мэрии города. Накануне глава столицы Мурат Алиев высказался поволнующих горожан теме. Назвал изменения необоснованными. В первую очередь хочу сказать, что мы против категорически поднятия этих цен. Для того, чтобы поднимать нужную конкретную обоснованность, на что они ссылаются, чем они это обосновывают. Но эту всю информацию вчера я еще дополнительно получил. Мы пришли к тому, что это необоснованное поднятие. Мы дали поручение. Пределы своих полномочий. Также направили письма с контролирующей, проверяющей органы. Естественно, от нас будет реакция незамедлительная. И мы все меры приняли для того, чтобы это все было обоснованно. Чтобы в первую очередь наши жители за то, что оплачивают, чтобы они понимали, что они оплачивают за это справедливо. Тема действительно болезненная для всех сторон. Вопрос, кому выгодно вводить новые расценки, остается открытым. Луиза Раджапова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.